Приветствую вас, соратники! В наш интерактивный век это не проблема при очевидном отсутствии принять участие. Судя по тому, как все сейчас развивается, нас ждут великие потрясения. Нас всех, словно быков на бойню, идут к краю обрыва, во многом используя государственные полномочия. Что решающим образом определяет нашу участь. Будто кличами схватили. С одной стороны, накаляя градус абсурда преступные кланы, превратившие государственную службу в инструмент личного обогащения. С другой, и народные хунты, правящие диверсанты, которые обслуживают интересы мировой ориегархии. Все, так или иначе, подготавливают наше общество к самоподрыву. Более того, если раньше эти преступные группировки действовали обособленно друг от друга, то сейчас, под эгидой санкций и прочего давления, произошло их объединение. Под объединение под одну единственную задачу – распределение нашей страны на куски. Как минимум, несопротивление, как максимум, активное участие. Причем, делать это будут так, чтобы процесс распада выглядел крайне естественным. Этим объясняется совершенно абсурдная, на первый взгляд, внутренняя политика центра. Для них нет ничего невероятного и абсурдного. Все подчинено одной цели. А все, что не вписывается в ее задачи, подлежит немедленному разглажению и дискатеризации, в том числе и национал-патриотическому движению. Многого ума, чтобы сломать, не надо. Необходимо на местах крайне накалить обстановку, чтобы жизнь стала настолько невыносима, что горе оно все синим пламенем. Чтобы человек полностью себя дезориентировал, а центральная власть, значит, Москва, чтобы вызывали только раздражение и негатив. Несколько схожая ситуация. Как когда-то клеймили царя, так и сейчас во всех бедах клеймят Москву. И правда ли? Чтобы потом подсунуть нужных лидеров с идеями сапривератизма, наподобие седвирский народ, Дальневосточная или Донская республика. Вспомните начало 90-х. Опустошили полки магазинов, ввели талоны, а потом вывели толпы на протест под командой либералов. И в два этапа растащили страну. Некоторые программы данного действия в самой активной фазе сейчас. Имея полноту власти и неограниченные финансы, это нетрудно устроить. Малый и средний бизнес всячески увеличивается. То, что недобили рейдеры нулевых, добивает сейчас правительство чубайсистов. Медицинское обслуживание преодолело грань развала. Образование превращено в фикцию. И из этого всего отсутствие рабочих мест и подготовленных кадров. Повышение цен на товары без повышения зарплат. Имеет в себе конечную цель, чтобы ее хватало только на коммуналку. Чтобы снова брат на брата. А сын на отца, одним словом, ломать не строить. Мы можем только гадать, как именно будет дальше происходить. Но уж больно режет глаза проект по построению нового СССР-2. Скорее всего, из Кузана созданный кризис. И, естественно, от этого протест отдадут возглавить красным. Нет ни КПРФ, это уж точно. Появятся новые лидеры и новые организации. Всем остальным дадут поучаствовать только в самом начале. Поскольку, как только сформируется новый режим, от них не останется даже мокрого места. Либералов крупного пошива выведут из-под будущего удара. Мирового сообщества. Остальная же либеральная мелочь с удовольствием сменит костюмы хипстеров на кожанки с револьверами в карманах. Снова все вернется на круги своя. Вся какая есть сволочь снова начнет творить беззнакомие. У них уже все для этого готово. И главное, накоплена внутренняя ненависть. Отнять и поделить диктатуру ради новых убийств. Итогом чему вся тяжесть наведения порядка, так называемого, ляжет на плечи простых граждан. Все это мы уже проходили. Дело ледоедов Ленина и Сталина под тем или иным соусом пиарится всеми крупнейшими СМИ. Этого нельзя не заметить. Расчет идет на недалекий и дезориентированный ум. И тому, чтобы он был именно таким, уделяет немалые силы и средства. Никаких серьезных анализов, исторических истин, все в стиле хлеба и зрелищ. Розово-красной ностальгии по сильной руке. Как будто это самую сильную руку нельзя найти в другой среде. Может показаться, что нам православным, нам националистам и монархистам в этом театре нет места. Но это далеко не так. Нам отвели в нем самое первое место. Место основной жертвы. Поскольку мы их самые первые конкуренты в деле борьбы за умы. И мы это прекрасно видим. Мы для них самые главные враги. Какой бы они мощью ни обладали и какими мы бы слабыми ни были. Это именно так. Поскольку за нами истина, за нами правда. Мы единственные, кто может прорить свет в их сменяющейся царство тьмы. Пробудить людей и повести их за собой. И они об этом знают. Поэтому независимо от того, расколется ли Россия после полосы протестов и междуусовится на куски или нет, глушить будут всех. То так или иначе связаться с этой истиной. То пусть даже гипотетически способен возглавить саморганизацию русских. И в первую очередь насядут на церковь. Как единственный институт. Оставшийся институт русского мира. Который имеет параллельную власть и параллельные структуры пропаганды и информации. Благо, что она себя достаточно дискредитировала. Стараниями горстки попов-стяжателей. Можно предположить, что новые богоборцы затеют реформацию РПЦ. И единая церковь расколется на разные корабли и кораблики. И, конечно же, с приходом новых хозяев будет устроена крупная зачистка всех силовых ведомств под прилогом борьбы с коррупцией. Чтобы окончательно их похоронить, превратив из антирусских в откровенно нерусские фискальные органы. Русские, те, кто будет бредить национальными интересами своего народа, будут подвержены всестороннему гонению. По признаку происхождения, как и столет назад, в период кровавой классовой борьбы. Русские со своей ментальной тягой к справедливости, общество порядка, дисциплины. Буквально, как кость в горле. Но все-таки может такое быть. Если смотреть всему этому в глаза, то не все так печально. Не все будет именно так. Я намеренно сгущаю краски, но антихрист уже здесь. И он уже вовсю правит. Возникает вопрос. Где же тогда спаситель? Спаситель живет в каждом из нас. Спаситель не придет к тому, кто спит и просто ждет. Не придет. Вспомните спор Господа с сатаной о природе человеческой. Господь уповает на свободу воли изъявления человека. И если этой воли нет, то на нет и разговоров нет. И поскольку частица Создателя, Отца нашего, живет в каждом из нас, мы и должны явить Спасителя своим побуждением. Сложением душ создать явление и дать Спасителю возможность обозначить себя. В любом случае, всякое благо необходимо сослужить. Нам нечего больше ждать от этой жизни. Мы слишком много ждем. Надо нам идти и делать. И делать это самим. С тем грузом проблем, как и есть. Наш враг не кто-то там. И не где-то там. Наш враг это собственное негодное состояние. Как только мы, те, кто из числа Великой России и наших соратников, из РИД, из Черной Сотни, из других националистических организаций, перестанем видеть друг друге предмет критики, мы засветимся Единым Светом. Так, чтобы за глаза отстаивать честь ближнего своего. Это состояние Духа станет заметным. И я в партии Великой России в кругу своих соратников не раз замечал это свечение. И у нас в партии Духу товарища всегда отведено первое место. Так и далее будем делать. И должны будем продолжать. В этом вижу свою одну из основных задач. Мы должны расширять свое свечение. И далее за пределы Великой России и монархического движения. Мы есть ядро русского авангарда. И этим все сказано. Как знать, как именно дело пойдет? Нам надо всем своим нутром соответствовать истине. По-настоящему ощущать себя авангардом русского мира. Мы есть хранители света. Нам надо оставаться зрячими и быть вместе. Всеми способами пропагандировать свое видение ситуации, тотальная работа в соцсетях, производство роликов, плакатах, в том числе используя, к примеру, искусство карикатуры или филитонов. Но не будем забывать и про уличные акции. Самое главное – оттачивать свое личное мастерство, в том числе и ораторское. Продолжать совершенствовать организаторские навыки, готовить себя и ближних своих соратников, чтобы в час испытаний взворившегося ноша не прогнуло наши спины. Нужно быть готовыми ко всему. Именно готовыми. Не грезами, сидя на диване, а реальной работой над собой. Кому-то на уровне своего региона или поселка, а кому-то и на государственном. Не понаслышке знать, что такое народное хозяйство и законодательство. Какая она должна быть, народная милиция или народный контроль? Время детских грез прошло. Все очень серьезно. Где будет брать кадры русская власть, если она вдруг восстановится? И мы же верим этому. Не среды же негодяй их брать. Они-то как раз с радостью. Из нашей среды будут коваться кадры новой власти. Поэтому готовиться надо тем, что учиться. Учиться и этим готовиться. От нас в решающий час многое, чего будет зависеть. Одним решительным и грамотным действием мы сможем переложить чашу судьбы на свою сторону. Вредишь и Господь в таком случае не останется в стороне. Нам, русским националистам, надо быть вместе и ни в коем случае не уходить в подполье. Пропагандировать свой единый взгляд на происходящее. Общаться со всеми и не бояться испачкаться. Может быть, не спешить с союзами, но быть на виду и знать всех. Плевать на критику зубоскалов. Мы должны продолжать обрастать связями и знакомствами. Тем более, что профессионалам самому разного ведомства и ранга бежать некуда. Рано или поздно они все разом прозреют, кто есть кто. И где она, политическая сила, которая действительно несет в себе истинное прецветание и целостность России, главенство добра, закона и порядка. Для этого мы, хранители идеи русской, идеи общества свободы и справедливости, идеи о взаимном благе людей, земли и родного Отечества, Царства Божьего на земле, Царства благодействия и благодействия. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Слава Великой России.